Если касается все числа в виде 10, мы можем сделать таким способом. И числа в виде тридцатки, двадцатки, десятки мы тоже можем сделать. А кто знает, что это может быть другие числа. Потому что просто их просто поменим. Да, поменим. Замечательно. Давайте выходите в доске. Я попытаюсь объяснить свою идею, а я объясню, что мы не правы. Мы доказали, что все числа от одного до девяти мы смогли сделать. И то, что мы смогли сделать. Все числа в конце с нулем. То есть такие как 10, 20, 30. А то, что третьего нам не составит труда. И 40, 50, 60, 70 и так далее. То мы их можем комбинировать вместе. Проблема. Когда вы берете число 30. Как оно записывается? 32 минус 2. Так? И вы его будете комбинировать с чем-нибудь. А там или встретится двойка, или единица, или четверка. И комбинация не получится. Но четверку и единица. А можно и в принципе. Поняли? Можно разобрать. Разобрать мы можем. То есть тем способом, как мы объяснили. В общем, не проблема действительно комбинировать, комбинировать. Но это число, которое мы можем использовать. Да. В пределах некой сотни это можно сделать. Но проблема-то ведь в чем? Вы должны доказать для любого, ну правильно что. А то, что вы будете какие-то свои приемчики применять и разберетесь для первых нескольких десятков, ничего не даст в общей ситуации. Да, у нас здесь все время получается. Да, даже единственным образом. Хотя, кстати, сможете вы внятно объяснить, почему единственным образом? Боюсь, нет. То есть у вас каждый раз получалось, и вы чувствуете, что по-другому нельзя. Но именно чувствуете. А доказательства, строго говоря, у нас нет. Правильно? С какого момента впервые появляется 22? С 22. С 22. Почему? А чем интересно число предыдущее 21? 16 плюс 4 плюс 1. Да. То тоже можно разобрать с помощью цифры. Разобрать все можно. Я просто обращаю ваше внимание. В вашем распоряжении есть только 16 и меньшие степени, то вот это число очевидно является наибольшим. Почему? Потому что вы берете 16, это самое большое. Потом 8 уже нельзя. Берете 4, самое большое из того, что можно. 2 уже нельзя. Берете 1. Вот такой переход от 21 до 22. Да? Догадайтесь, когда впервые появится 64? Когда будет 32? 8. Молодец. Когда будет? 42. 42. Значит, 64 когда появится? Перед этим будет 32 плюс сколько? 8. 8. Плюс? 8. 8 плюс? 4. 4. И вот смотрите, после числа 42 вы сможете писать следующее число без использования 64. А сколько надо вычесть из 64? 16 и как раз таки... То самое число 21. Понимаете? А 21, это, да, это мы помним, это 16, 4 и 1. Согласны? Вот, если сейчас чуть-чуть подумать, то становится понятно, что мы можем сформулировать утверждения, которые докажем по индукции. Мы должны не просто сказать, представимо, причем единственный вопрос. А давайте так, мы скажем, до какого наибольшего числа можно написать, используя, ну, например, используя число 64. Давайте, я потом сформлю в общем виде, а сейчас так. Через числа 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. По нашим правилам можно записать, в общем, единственным образом, да, можно записать числа какие? От 1 до, да, до числа 64, плюс 16, плюс 4, плюс 1. Это действительно до 85. Пожалуйста, не поленитесь, запишите, вот прям в тетрадь утверждения. Вот, представьте себе, что мы это доказали. Предыдущий такой факт, а именно, что с использованием чисел 1, 2, 4, 8, 16, можно записать все, от 1 до 21, мы доказали. Это действительно по-честному доказали. Более того, даже легко доказать, что с использованием степеней 1, 2, 4, 8, 16, 32, можно дойти до числа 32, плюс 8, плюс 2. Это до числа 42. Тут нам осталось всего чуть-чуть. Вот от 35 до 41, тут совсем чуть-чуть, это легко заполнить. Ну, вот, ребята, давайте, абстрактная ситуация. Предположим, что это мы сделаем. Понятно? Отлично. Давайте в таком случае посмотрим, а, собственно говоря, какие числа можно получить, используя степени 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. То есть, представьте, что в нашем распоряжении вот такие числа. Добавилось еще одна степень двойки. Ну, если ее нет, то мы знаем, что это все числа от 1 до 85. А если она есть, да, что? Давайте подумаем. Если она есть, то можно сделать так. Можно написать ее, дальше написать минус, а здесь написать любое выражение, записанное по нашим правилам через числа от 1 до 32. Согласны? Внимание! Не до 64, а только до 32. Почему? А потому что 64 не может стоять рядом с числом 128. Запрещены соседние степени двойки. Так? А мы с вами уже говорили, что здесь за числа стоят. Что здесь за числа стоят? Это числа от 1 до... 32 плюс 8 плюс 2. До 42. Ребята, когда вы вычитаете число 42, вы получаете ваше любимое 86. Понимаете? 86. 128 минус 42, это 86. Когда вы там вычитаете другие числа, вы будете потихонечку получать все числа, вплоть до 127. И таким образом, вот в таком виде, вы получаете все числа от 86 до 129. Теперь вопрос. А не могли ли вы здесь написать плюс? Могу. А когда мы здесь напишем плюс, то получим 129, 130 и так далее, вплоть до чего? А при этом, что такое будет 170? 170 это будет как раз число 128 плюс 32 плюс 8 плюс 2. Идею все поняли? Все поняли? Замечательно. Теперь надо это сформулировать как-то в общем виде, и, собственно, у нас все получится.